29 января возобновились боевые действия в Донбассе, в районе Авдеевки. Это всего в нескольких километрах от Донецка. 29 января – это памятная дата для современной Украины. Отмечается День памяти героев Крут. Я вам расскажу, что это за дата. Нацию поздравил президент Порошенко. В Киеве прошло очередное факельное шествие. Традиция немецких нацистов закрепляется в украинском обществе. А что это за герои Крут? 1918 год. В Киеве атаман Семен Петлюра. На Киев наступает Красная Армия. Большевики. Крут – это станция в 130 километрах от Киева. Там петлюровцы пытались организовать оборону. И бросили под Красную Армию юнкеров и студентов. Студенты совершенно не обученные. Как пишут историки, молодые ребята учились стрелять по пути в Круты. Петлюра из Киева сбежал. Он бросил под Круты студентов, чтобы выиграть время. Погнал молодых ребят на убой, чтобы самому сбежать. Такая вот памятная дата. И в этот день Киев начинает боевые действия под Донецком. Гонит своих людей на убой. Даже не поддерживает танками. По неподтвержденным данным, десятки военнослужащих украинской армии убиты. Но мало этого, стреляют по населенным пунктам, по Донецку, из крупнокалиберных орудий, из градов. Нагло нарушают Минские соглашения. Есть жертвы среди мирного населения. Киев затевает этот кровавый спектакль, чтобы напомнить о себе Западу. Напомнить о себе новому президенту США Трампу, для которого Украина, похоже, ненужная абуза. Опять обвинить Россию. Деньги требовать у Запада. 1918 и 2017. Перекличка времен. Политические методы одинаковые. И запредельная степень цинизма этих методов тоже. Жертвуют людьми, чтобы выиграть время, усидеть в своих креслах, денег еще хапнуть. Донецкое ополчение дало жесткий отпор агрессору. Ситуацию в Донбассе анализирует Евгений Баранов. Вчера, когда в Донецке, наконец, могли приступить к ликвидации последствий украинских обстрелов города и окраин, в Берлине, с которого начинался весь этот кошмар последних дней, состоялась премьера документального фильма «Фронтовой город Донецк». Автор ленты, немецкий журналист Марк Барталмай, собирал материал два года. Здесь и обстрелы живых кварталов, и разрушенные дома, и работы спасателей, школы, детские сады. Жизнь простых людей в этих страшных обстоятельствах. Нашей целью было вывести весь этот район из области абстрактного. Прежде всего, чтобы показать на Западе, что там живут не какие-то кровожадные сепаратисты и террористы, которые целыми днями бегают по улицам и расстреливают людей, а тоже люди, у которых есть мечты и желания, которым приходится бороться с этой ситуацией. В тот самый момент, когда в понедельник украинский президент Порошенко под аккомпанемент артиллерийских залпов в Донбассе изображал в Берлине жертву агрессии, молодая донецкая актриса Яна вместе с маленьким сыном перебралась жить в театр. Неразорвавшийся украинский снаряд упал на игровую площадку детского сада, в который ходит ее ребенок. Здесь, в подсобных помещениях театра, оборудованы жилые комнаты для тех членов труппы, чьи дома оказались в зоне обстрела. В течение всех последних страшных дней театр полон зрителей. Кажется, для людей это такая отдушина сейчас театр. Просто нереальная отдушина. Вот с обстрелом, а у нас спектакли идут, и люди идут, и полный зал. Тем временем, драма о гуманитарной катастрофе в прифронтовой Авдеевке, которая находится под контролем киевских властей, была разыграна в лучших традициях драматического жанра, освоенного Украиной в последние годы. До этого почти все гастроли Петра Порошенко в Европу сопровождались каким-нибудь жутковатым и кровавым спектаклем. Он уже ездил в Давос с прострельным куском автобуса из-под Волновахи, ездил в Мюнхен с охапкой российских паспортов. Пришла пора привезти европейским партнерам новые шокирующие доказательства преступлений России. И вот теперь на Западе гадают, то ли неожиданный визит Петра Порошенко в Германию был вызван пальбой, которую устроила украинская армия, то ли эта пальба была специально приурочена к этому визиту. Вы знаете, вот на удивление многие западные СМИ, аналитики, рассматривая данное обострение конфликта, даже не скрывают того, что они допускают тот факт, что Украина сознательно пошла на обострение данного конфликта, сознательно спровоцировала данный виток войны для того, чтобы как раз привлечь к себе внимание. И самое поразительное, что западные аналитики и СМИ, делая такие допущения, делая такие предположения, все равно требуют наказать Россию. Меж тем, реакция официального Запада оказалась куда более сдержанной, чем так, которые привыкли на Украине. В основном она свелась к выражению о беспокойности эскалации конфликта. Расчет Киева на то, что ему удастся использовать площадку Совета Безопасности ООН, где с 1 февраля председательствует Украина, тоже не вполне удался. Обострение на Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств. Главным, что ожидали от заседания Совбеза ООН 3 февраля, было отнюдь не украинское, а американское выступление. Это заседание стало личным дебютом нового постоянного представителя США в Совете Безопасности Ники Хейли. Ликование Киева, вызванное ее словами о том, что она солидарна с народом Украины, подвергающимся агрессии со стороны России, тоже оказалось слегка преждевременным. Уже на следующий день Хейли нанесла визит в резиденцию российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, где они договорились взаимодействовать в соответствии с настроем своих столиц. Видимо, аргументы Чуркина об истинных причинах и виновниках эскалации оказались весомее неизменного украинского кликушества. Там не нужно никаких особых усилий прилагать для того, чтобы из вялых перестрелок перевести это все в состояние достаточно жесткого и открытого боя. Что и было сделано через несколько часов после разговора Путина с Трампом. Ведь вся эта история с Авдеевкой, она началась через два часа буквально после того, как установлен был первый контакт между Москвой и Москвой. Это настолько было примитивно и открыто, как бы, ну, шито белыми нитками, что называется, что о чем тут говорить. Пока на внешних площадках Украина винила во всем Россию, внутри страны сами же украинские военные в эфире национальных каналов утверждали, что развивают наступление, нисколько не заботясь о том, что тем самым нарушают Минские договоренности. На сегодняшний день, как бы оно ни было, метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвигаются вперед. Факт попытки наступления подтвердили не только в Киеве, но и на передоводах. Резкое обострение ситуации в Донбассе не случайность. Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште назвал сразу несколько причин случившегося. Во-первых, украинскому руководству нужны деньги. Во-вторых, Киев пытается полностью подавить внутреннюю оппозицию на Украине. В-третьих, это следствие нежелания украинских властей выполнять Минские соглашения и поиск любой возможности перечеркнуть их. Но главное, это попытка кровью смыть плоды собственной неосмотрительности и недальновидности. Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше того, олигархи некоторые с одобрением наверняка политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если так сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией. И тоже через конфликт это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог. К тому, что люди по обе стороны фронта в Донбассе в эти дни оказались заложниками не столько самого Киева, сколько его запутанных отношений с Вашингтоном, сейчас склоняются многие. В этой связи вспоминают более чем странный визит на Украину теперь уже бывшего вице-президента США Джо Байдена, состоявшийся за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. Похоже, украинский президент продолжает участвовать во внутриамериканских политических разборках на однажды выбранной им стороне, невзирая на смену власти в США. Тогда провокация в Авдеевке — это активация одной из мин, заложенных прошлой администрацией Белого дома под любые возможные инициативы Трампа во внешней политике. Надо понимать, что главной целью Порошенко является добыча денег от США или ЕС, но прямые приказы он получает от той же самой клики, что и раньше. Лица в ней могут меняться, но империалисты остаются те же самые и преследуют те же цели, что и раньше. Это те же силы, которые начали Майдан, привели Порошенко к власти, а теперь решили удвоить ставки. В последние четверть века люди, играючи удваивающие ставки, а вместе с ними и количество жертв, правили мир. Именно они под лозунгом защиты прав человека решали, кто достоин этих прав, а кто их не имеет по определению. Так было на Балканах, на Ближнем Востоке, так было и на Украине. Функцией людей, живущих к востоку от линии фронта, стал контраст со светлыми идеалами свободы тех, кто оказался к западу от нее. В этом качестве жители Донбасса не могли видеть прекрасного и учить этому своих детей. Их роль злобных и ограниченных проводников русской агрессии не подразумевала ни культуры, ни стремления к чему-нибудь, кроме войны. По признанию Марка Бартолма и его попытки донести до западного зрителя правду о Донецке и его жителях, как о людях, достойных понимания, сочувствия и сопереживания, пока сталкиваются с проблемой. Скажем, в Гамбурге, где он собирался устроить следующий показ своего фильма, ему в этом отказали. Тем временем в Донецком театре дают хануму. По словам исполнительницы главной роли Елены Мартыновой, она счастлива, что в эти страшные дни, как и все последние три года, она могла каждый вечер дарить людям радость, возможность на время забыть о страхе и веру в то, что все закончится хорошо. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Андрей Маслихов. Воскресный.